Слабая — это, наверное, отбор. Сто процентов. А сильная — ну что, ну тут видение, пусть будет поле. Нет, вот я всегда честная. На меня даже вся команда потом орёт, например, там, не знаю, нас кем-то сфалили, я вот в аут выбью, а на меня все настучат. Чё, блин? Я не знаю, она вот так привыкла. Вот кто-то матерится прям вслух. Не, у меня, если есть какой-то такой малейший мат, то он в себе такой вслух, не, не говорю. Нет такого. Не, я вообще, вот даже вот сколько в этом году, в том году, точнее, был стычек, вообще не понимая, для чего я так чисто подбегу, свою беру и всё. Нет, не люблю такое. Лучше решить всё на словах. Вот спрашивали в интервью, например, правда, что из-за того, что девушки играют в футбол, у них кривые ноги? Ну я говорю, ну это от физиологии зависит. Не у всех такая физиология, да, у мужчин, у всех у кого-то прямые ноги, у кого-то, ну там, колесом, как говорят, да, там. Глупый вопрос. В футбольной раньше снились очень часто, вот стадион, там большой свет крутой, прям на меня все смотрят, как будто свет на мне. Ну вот это да, было. Много раз тогда, там, голы сумасшедшие забиваешь, там, все бегут тебе. Были такие сны, да. А сейчас как-то реже, не знаю почему. Нет, на теории ни разу не засыпала, кстати, вообще нет. Ну было такое, знаете, наверное, мне кажется, у всех был, засыпал в одном месте, просыпался в другом. Нет, не было ни у кого. Ну в плане, в квартире, естественно, там, нигде-то. Ну что-то вроде там, ну, наверное, это больше у лунатиков. У меня есть такое, что я луначи. Но много уже не говорила, хотела стать полицейским, всегда за право, так скажем. Не знаю, нравилось, и форма нравилась. Прикольно, там, они догоняют преступников, собак, еще там, все. Это, это, улица разбитых фонарей, это шло раньше, след вот это вот, по какому, я не помню, каналу, вот это вот забавляло. Ну, наверное, с детства отчим дарил бильярд маленький, такой прям вот, для детей. Вот это вот, конечно, было клево. Я прям еще помню, маме сказала в магазине, что какой классный бильярд. Еще маленький такой, для как раз таки меня. И все, и мне на день рождения его подарили. Это вот, помню, было, я вот прыгала от счастья до потолка. Варить борщи, это единственный, наверное, талант. Все, оставим так, варка борща. Ну, так и есть, у меня заканчивается борщ, у меня всегда он есть. Я, ну, не знаю, прям люблю, вот, кроме других. Могу еще сырный суп сварить, тоже нравится. Да нет, там ничего такого, чисто по браузеру, русский борщ, все, и погнали. С курицей больше нравится, конечно, с говядиной так долго варится. Ну, вот, как раз таки, говорить нет, научиться людям. Слишком много говорю, да. Понимать людей, когда они врут. Вот, наверное, хотела бы научиться. Как психолог понимает, вот они же приходят, когда на встречи. Вот так же хотела бы научиться. За миллисекунду видеть все варианты на поле. Не футбольную. Читать мысли. Ну, и то же самое, в принципе. На гитаре умею сыграть об нуляй. Единственный аккорд, который я знаю, под об нуляй. Также покупала, когда был коронавирус, акулелея. Ну, на ней сложновато, конечно. Я отправила ей сестре. Ее сестре и сестренка там вообще прямо на акулеле. Нормально играет, очень много уже песен знает. А так, только гитара. Так, конечно, где-то в компании можно попеть. В караоке, все дела там такие. Фирменные песни в караоке? Ооо, да их много. Тут меладзе любую выбирай. И все, и погнали. Не, у нас такого ни разу не было, не встречалось. Ну, кстати, это прикольная традиция, мне нравится. Вот даже на день рождения там я вижу, что многие поют там перед всеми в столовой, либо там где кушают. Это прикольно, мне нравится. Подруга у меня есть, Юлька Плешкова. Ну, вот она любит фотографироваться и заставляет своих подруг, конечно. Вот это муторное дело такое. Ой. А так, не особо люблю фотографироваться. Ну, когда хочется вот сфотографировать. А так, нет. Ну, кстати, вот это вот у меня есть, боясь фотографироваться, подходить. Вот у меня есть с Черышем фотография в инстаграме. Вот я до Аталова не могла к нему подойти. И девчонки уже позвали, такие, да пойдем сфоткаемся. И вот как-то затолкались, сфоткалась. А так, да, с любым, с любым человеком могу сфоткаться. Вообще, без разницы, подойти к любому. Ну, точнее, не могу. А так бы хотела со многими. Ну, без разницы, кто. Это был когда год восемнадцатый. Это как раз, когда он прям появился ярко. И, конечно, глаза горели. Еще там сборная, и они тут. И вот, конечно, вот такие глаза. Конечно, хотелось бы сфоткаться. С Неймаром бы хотела бы. Со всеми такими вот, которые футболисты. То же самое, не знаю, Небер Уинни. Ниньес. Все вот такие прям умные футболисты. Детектива. Или какого-нибудь, не знаю, полицейского. Ну, все вот это, в этой стране. Ну, явно все персонажи, которые добрые. За справедливость какую-то. Первый пришел Лунтик почему-то, не знаю. Пусть останется он, если он первый в голову пришел. Лунтик. Это. Тут. Недавно написали. Реклама какая-то была. Щекоток. Там щекотит человек, его привязывают. Думаю, что... Это смешно. Вот в этой бы точно не стало сниматься. Да, наверное, таких много было. Самое такое, наверное, если подумать. Если вот я игроманка. Покупаю игру, которую потом не играю, например. Ну, тоже. Книги те же самые. Могу взять книгу, думаю, что вот читать. А сидит. Лежит, точнее. И вообще не беру ее в руки. Много таких мелочей, которые покупаешь. А вот эта лежит и все. Думаешь, зачем тебе это надо было? Ну, прям не хватало, нет. Я помню, в детстве мы прям с братом брали у тети, у его мамы, получается, огурцы. Ходили на рынок, продавали. Зарабатывали. Пошли покупать все вкусняшки, чипсы. Там всякая такая ерунда. Ну, тогда, я помню, 20 тысяч. Мне когда зарплата была. Я помню, я прям сходила в магазин и накупилась. Я приготовила себе такой ужин. Помню, с девчонками приготовились. Вот, наверное, единственное, что вот было такое яркое запомнение. Что значит? Ой, вот был, когда еще в воре жили. Девчонку у нас, вот Юльку Плешкову, решили разыграть. Еще маленькие были. И нарисовали, как вот это вот пиквы, да? Вот на стекле вот эту лесенку, дверь. Ну, тогда, конечно, девчонки испугались очень сильно. Ну, вот прям как будто вроде не перебор, а вроде и прямо испугались. Ну, они даже не спали у себя в номере из этого. Вроде ничего такого. Вроде так сильно испугались. А так люблю пугать. Очень много, у меня очень много есть видео, где я девчонок пугаю, а они прямо пугаются. Наверное, просто друзья размешат в любой, в любой ситуации. А даже из тупой шутки. Поддержать навред даже. Можно посмеяться, а там от смеха выпасть. Тут, если я не назову своих, то обидеться. Ладно. Юлька Прыжкова. Арест Мануэлла. Ну, и третий человечек. Пусть будет. Карин Кабунская. Бакланова. Точнее. Уже. Ну, если в футбольном плане, когда человек не отдает пас уже на протяжении, там, не знаю, много времени, например, там, три раза через, даже видит вроде, не отдает. Это-то его там злит. А из жизни, ну, наверное, не знаю. Я такой человек, в принципе, по жизни, что я не такой злой. Добряха, блин. А так? Да, наверное, ничего. Может быть, не пунктуальность. Частая прям. Ладно, там один раз. А вот, когда несколько раз, это уже подвешивает. Чуть-чуть. Вот прям, наверное, сильно. Это последний раз, наверное, Лига Чемпионов была, когда мы проиграли команде. В одной шестнадцатой вроде. Ой, в одной какой шестнадцатой? Или в одной шестнадцатой? Я уже не помню, какой. Но мы в Австрии играли. Тогда вот, я помню, мы обидные пенальти привезли, сами себе проиграли. Вот тогда плакала. Еще плакала, когда забыла маму поздравить с днем рождения. Причем она мне звонит, так и говорит, дочь, ничего не хочешь мне сказать? Я такая, нет. Ну, я прям забыла. И потом она вот только кладет трубку, я смотрю, 28 августа и такая, ну, понимаю, перед званием, а мама уже плачет. Я такая, ой, елки. Ну, и меня тоже унесло. Ну, ладно, расскажи эту историю. В детстве это было прям вот стыдно-стыдно. Мы бегали с мальчишками по дворам. Ну, и кидали снежки в окна. Ну, одно стекло было старое, ну, видимо. Ну, оно разбилось, измыло снежка. И пришлось бегать потом. Убегать. Вот за это стыдно, конечно. Конечно, а если там, ну, пожилой человек жил там, и мы проблем создали. Да любой человек жил, и мы проблем создали. И зимой причем, да. Там холодно, там в Сибири холодно. И потом, конечно. Вот тогда я не понимала, шутки шутками, а сейчас вспоминаю эту историю, конечно, стыдно. Два гола, например, забила. Все, наверное, знают о них. Локомотиву в том году, и Чертанова на последних минутах там подавала, а оказалось в гол, в дальний угол. На благотворительность случайно отправила там. Хотела 50, отправила, ой, хотела, не помню, сколько там евро было. Хотела 50, 500 рублей отправить, отправила, а 50 евро отправила. Или сколько-то, я не помню. Короче, ну, 50 тысяч примерно у меня улетело. Я такая, ой, конечно, тогда посидела и в 20 дней без денег, но ничего. Фишкой. Борой. Когда я их сделаю. Так, локоны, как Юль говорит, локоны тоже бывают. Ну, вот эти вот растут, блин, волосы вот отсюда, когда вот челка новая. Вот вообще ужас. Ничего с ней не сделаешь. Всяких вот этих маленьких насекомых. Не люблю вообще, боюсь их. И, наверное, высоты. Что делала? Ну, с моста прыгала в речку. Вот вроде и высота, но как-то перебариваюсь в этом плане. Хочу спрыгнуть там в Сочи с этого тоже. С вышки я с этой. А что точно не буду делать? Кстати, с парашют тоже мечтаю спрыгнуть. Все никак. Хочется когда-нибудь, что никогда бы не делала. Ну, наверное, не была бы скалолаза, не была бы, наверное. Был в детстве случай. Я нашла телефон с друзьями. По футболу как раз-таки мы шли. Ну, как бы, а я не знала даже, чей телефон. Ну, и забралась я. Он лежит у меня там, не лежит. Потом прихожу на тренировку с телефоном. Ну, решила взять его с собой. А там сенсорный был, крутой вот этот раньше. Три кнопочки. И сенсорный такой дулось. Вроде как-то назывался. Самсунг дулось. И потеряла в этот же день. Так умудрилась. И потом оказалось, что кто-то узнал, что это я взяла телефон. А так как я не могу вернуть. Там заявление написали, что я украла его. Хотя я его нашла. И вот это вот все, конечно, тогда закрутилось. Я такая, вот это да. Было страшно, конечно. Ну, ничего. Все обошлось. Все хорошо. Да как-то даже мы вроде... Не помню. Мама больше разговаривала. Ну, ничего. Мы даже деньги не заплатили, кто потерял телефон. Потому что я нашла его. Ну, так я дальше потеряла, конечно. Это, конечно, умура я, конечно. Как так можно было? Кошка есть. Несси зовут. Сейчас у мамы. Сейчас как раз приеду после всех сборов. И заберу ее. Ну, я назову, естественно, свое. Тое, где я провелась в детстве. Это в Базе. Леса. Вот эти горы. Вообще вся природа. Потом... Это все, наверное, и так оставим. Только свой город. Смотрю громкий вопрос, импровизацию. Ну, классно, забавляет. Вот это вот они там в наушниках. Интересно. Мне нравится. Бегущий в лабиринте. Гарри Поттер. Вот. Там много... Гарри Поттер, наверное, и Бегущий в лабиринте оставим. Это вот фильмы, которые я прямо пересматриваю. Не знаю. Ну, как-то с детства началось. Еще когда были компьютеры такие старые. Там вот раньше тоже вот Counter-Strike была. Вот как-то не знаю. Начала играть. Понравилось. И когда уже завелась ноутбуком, играла с Машкой Алексеевой как раз с командой. Очень часто мы с ней играли. Она меня больше потянула в это. А сейчас она перестала особо играть. И я это вообще погрузилась в эту тему. И играем вот так же с Нико Беловой там. Еще с девчонками. Нормально. Так. Мы прямо пересекаемся каждый вечер почти. Ну, не каждый, ладно. Так нельзя тоже делать. Играем частенько. Не знаю, нравится чем-то стрелялка. Не то, что там убивать нравится или что-то. Просто нравится. Стратегии там же тоже надо вычислять. Куда идем. Вот это классно все. Наверное, шашки. Не знаю. Всегда нравилось в них играть. Просто. И как-то получалось всех обыгрывать. Я даже в школе участвовала на соревнованиях окружных. В шашки. Заняла второе место. Проиграла в финале. Не задумывалась никогда. Не хочу прям, да, наперед. Конечно, да, надо думать, что дальше будет в моих-то уже годах. В моих годах. Я не знаю. Мне там уже 30. Не знаю. Тренером не хочу быть. Хотя вроде и да, и это ведет футбольную жизнь. Как будто к этому. Мне не хочется. Не знаю. Не придумывать. Добиться, скажем, в такой реальности, которая самая высокая. Ну, всех самых высоких результатов. И это явно. Не футбольная. Что была хорошая семья, большая. Большая, дружная, хорошая семья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.